После выхода на пенсию каждый человек должен уделять своему здоровью более пристальное внимание. Хорошим помощником в этом вопросе являются научно-познавательные лекции, в ходе которых специалисты рассказывают об основных вопросах лечебного обеспечения, влияния лекарств на организм человека и применения трав в качестве лекарственных средств. В кинотеатре «Беларусь» прошли занятия, посвященные профилактике заболеваний в пожилом возрасте. Я очень рада, что в число тем, которые будут предложены сегодня пожилым людям, то есть и медикаментозное обеспечение, и траволечение, все это важно, безусловно, но в число тем входит и тема здорового образа жизни, профилактики заболеваний, то есть то, что люди могут сделать для себя сами. И это очень важно, потому что самая главная задача в этом возрасте – обеспечить независимость, то есть обеспечить себе самостоятельность и независимость, то есть уменьшить либо проявление болезни, либо уменьшить темп ее нарастания благодаря самым простым методикам, которые сейчас есть, благодаря здоровому образу жизни. В пожилом возрасте к лекарственным препаратам люди прибегают все чаще, поэтому очень важно владеть грамотной и достоверной информацией о том, как правильно их использовать. Об этом говорят врачи на приеме, рассказывают стенды в поликлиниках. Лекции такого рода позволяют овладеть необходимыми знаниями, связанными с использованием лекарств, которые они приобретают в аптеках области. Больше всего люди третьего возраста ожидали именно эту информацию. В стране у нас создана целая система контроля качественных лекарственных средств. Во-первых, она заключается в том, что разрешены к применению только лекарственные средства, зарегистрированные в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь. Есть целая сеть аккредитованных лабораторий, которые проверяют качество лекарственных средств. Даже есть такое понятие, как контроль лекарственного средства при отпуске посетителю. И все это способствует, что в настоящее время через аптеки не проходят фальсифицированные лекарственные средства. На лекциях пожилые люди задавали интересующие их вопросы и получали квалифицированные ответы и рекомендации специалистов об использовании новых медицинских препаратов и трав в процессе лечения. Чтобы, например, внедрить народные средства, необходимо провести большую работу по определению всех реакций и побочных эффектов. Поэтому специалистами была подробно раскрыта и тема лечения народными средствами, которую так любят использовать старшее поколение. Беларусь очень богата лекарственными растениями, но у нас этот вопрос не раскрытый. Вот эти всякие травы лекарственные, цветочки и прочее завозятся из Польши, из Украины, Чехии. В ходе лекций слушатели узнали много интересного и полезного в области медицины. К тому же для них это хорошая возможность провести время с пользой, пообщаться и узнать что-то новое, ведь учиться никогда не поздно. Продолжение следует...